Разновидности микропроцессорных систем. Во-первых, можно начать с того, что есть архитектура с общей шиной для команды данных. Такая архитектура носит название «Принстонская» или «Архитектура фон Неймана». В данном случае единая шина позволяет гибко распределять объем между кодами команд и кодами данных. Вот так она выглядит. Есть общая шина команды данных, и к ней все подключаются и используют. А есть так называемая архитектура «Гарвардская». Характеристики. Программа размещается в памяти команд, данные в памяти данных. И обмен по шинам может идти параллельно во времени. Обычно по такой схеме работают микроконтроллеры. У них как раз так все и устроено. Типы микропроцессорных систем. Давайте наконец-то познакомимся с ними. Во-первых, мы, кстати, еще будем в дальнейшем с точки зрения потребительского уровня рассматривать микропроцессорные системы. Сейчас мы более с технической точки зрения рассматриваем эти самые типы разновидности. Ну, микроконтроллеры. То есть, это, возможно, какие-то узлы системы, выполненные в виде одной микросхемы. Микроконтроллер представляет собой специализированный микропроцессор для использования в контроллерах внешних устройств или приборов. И микроконтроллер внутри себя содержит процессорное ядро. То есть, какой-то вычислитель, процессор и периферию. То есть, порты ввода-вывода, память, цифроаналоговые преобразователи, аналоговые цифровые преобразователи, таймеры, счетчики и так далее. Микропроцессор тоже, можно сказать, содержит внутри себя процессорное ядро. Даже несколько ядер. Кстати, сегодня даже у микроконтроллеров есть такая тенденция иметь несколько ядер. Но поскольку микропроцессор не является самостоятельной системой, он не является сам по себе микропроцессорной системой, а является её частью. И обычно под микропроцессором понимают именно универсальный CPU, то есть центральный процессор, о чём уже была речь. Ну вот пример того, как выглядят микроконтроллеры. В разных корпусах они могут представлены быть либо для сквозного монтажа, либо для поверхностного монтажа. То есть вот такие вот интересные схемки, которые просто прикладываются на плату и хитрым образом там прогреваются или запаиваются не с обратной стороны, а прям с той лицевой стороны, на которую ложатся. Контроллеры. Это тоже микропроцессорные системы, выполненные в виде отдельных модулей. Контроллер в вычислительной машине это специализированный процессор, в отличие от центрального, предназначенный для управления внешними устройствами, то есть накопителями, дисплеями, принтерами. Наличие такого контроллера освобождает центральный процессор от выполнения этих функций. Если мы отойдем от универсальной вычислительной машины, то мы можем дать следующее определение. Допустим контроллеру устройства. Это устройство сопряжения вычислительной машины с внешним устройством и управление обменом между ними. Ну и по сравнению с адаптером контроллер выполняет более сложные функции, ну хотя опять же это для традиционной вычислительной системы определение. Для справки, адаптер устройства сопряжения между собой устройств с различным способом представления данных. Если проще, то адаптер приспосабливает систему к определенным условиям, среде, а контроллер управляет процессом и принимает какие-то решения. То есть там больше логики, больше каких-то алгоритмов. Контроллер вообще говоря может контролировать не то, о чем мы сейчас сказали, а он также может работать с какими-то датчиками, обрабатывать эти данные и передавать наверх к какой-то вычислительной системе более высокого уровня, чем он сам. Контроллер обычно не имеет какую-то такую удобную для пользователя периферию, но максимум может какие-нибудь индикаторы, какие-нибудь кнопки. В основном там много всяких входов, выходов, к которым можно что-то подключить, какие-то провода, куча клемм. Традиционный вид контроллера, хотя контроллер естественно может быть и в корпусе, выглядит очень красиво и привлекательно. А вот микрокомпьютеры это уже микропроцессорные системы с развитыми средствами сопряжения, с внешними устройствами. Микрокомпьютеры это вычислительная машина малых размеров, созданная на базе микропроцессора. Выделяют встроенные, персональные, настольные, портативные, профессиональные, бытовые. Ну вот как Raspberry Pi тоже может быть примером микрокомпьютера. Смартфон может быть примером микрокомпьютера. Часто в принципе есть такая практика контроллера называть микрокомпьютерами. Вообще строгого разграничения нету. Но вот лучше конечно ориентироваться на тот факт, что у микрокомпьютеров более развитые средства сопряжения. И скорее всего вы сможете подключить какой-нибудь экран, клавиатуру, мышь, не знаю, манипулятор в другой природе и так далее. А компьютеры как вид или тип микропроцессорных систем. Это универсальные микропроцессорные системы. И под компьютером также могут понимать комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных информационных задач. Просто вот категория компьютера туда входит. И там, не знаю, обычные персональные компьютеры, сервера, комплексы, не знаю, может даже кластеры. В общем все входят в эту категорию. Так, ну хорошо.